Добрый вечерочек! С вами снова Вечерний Шуберт. И сегодня мы протестируем нашу камеру Blackmagic курса Mini 4.6K в павильоне, то есть используя искусственный свет и нашу очаровательную Анюшу Ансари. Попросим. Она продемонстрирует нам свою красоту и возможности камеры. Для теста мы используем объектив Carl Zeiss, планар 50 мм, ну и другие объективы. Смоделируем максимально ситуации, приближенные к съемочным. Это жесткий недосвет, жесткий пересвет и проблемы с балансом белого. Как справиться с этим курса, посмотрим. Это нормально экспонированный кадр, снятый в полном разрешении 4.6K, без какой-либо обработки. Никакого строба нет, то есть все выглядит естественно и мягко. Вот сейчас мы подобработали немножечко кадр, то есть сделали его теплее и светлее. Как мы видим, качество сохраняется. Используется минимум световых приборов. Это рисующий галогенный прибор 300 Вт и в качестве контррового света светодиодный прибор. А теперь сделаем недосвет на 3 ступени, на 3 деления диафрагмы. И теперь вытянем из этого недосвета. А как мы видим, все прекрасно вытягивается из недосвеченного материала. А теперь пересвет 3 ступени, то же самое. Открыли диафрагму. И теперь вытянем этот пересвет в RAVI. Как мы видим, изображение стало еще лучше. А это еще более жесткий пересвет, 4 ступени. Как мы видим, все прекрасно вытянулось. Этот кадр снят объективом Samyang 10 мм. При чувствительности 800 ISO. Итак, покажем сначала необработанный RAV. Абсолютно без какого-либо вмешательства. Исходник. И обработаем его в разные варианты в DaVinci Resolve. То есть проведем отсветокоррекцию. Как мы видим, в светах и в тенях здесь детали присутствуют. Так, сделаем коррекцию под более теплый свет. То есть как будто бы снято при свечах или керосиновой лампе. То есть вот так этот же кадр, то есть абсолютно цветокорректируется. Никаких шумодавов не применялось, ничего. То есть это исходный вариант. То есть только цветокоррекция RAV. Я изменил температуру и уровни. Теперь то же самое я поменял в холодную гамму. Изменил будто бы это лунный свет или что-то подобное. Как мы видим, камера абсолютно с этим справилась. И все возможно цветокорректировать. Я не особый знаток цветокоррекции. То есть делаю достаточно грубые настройки. Но тем не менее мы видим. Опять 10-мм объектив. В темный и в светлый варианте. Это при единственном источнике освещения. Чувствительность 800, диафрагма 2,8. Рисуем одним источником. Караваджа тоже использовал один источник. Он назывался бычья ока. То есть проем в потолке. Который светил направленно. Сейчас мы поставили объектив 28-мм в листогон Цейса. Попробуем поиграться с ним. Объектив обладает настоящей киношной картинкой. Предназначен для съемки средних планов. Очень хорошо передает блики. Всевозможные. Хотя против света работает отлично. Но блик очень интересный на нем. Цейсовский. Еще матрица имеет небольшое свойство. Бликовать. При определенном угле. Сейчас мы посмотрим этот эффект. Вот. Такая радуга переливается. Но на самом деле это не сколько дефект. Сколько мне кажется интересный прием. На моем Panasonic GH2 тоже был такой эффект. Там вообще все было бирюзовым. Как будто бы аноморфотная оптика применялась. Иногда я использовал это как кайф. Ну вот в принципе ради таких кадров и ради такого кайфа и стоило приобретать Урсу. Для того чтобы покайфовать. Вот. А этот тоже самое, но снятый в ProRes 4.2.2 HQ. То есть мы видим, что в принципе изображение стало хуже, более жесткое. Вот опять RAV 4.6K. 60 кадров в секунду. Это в принципе максимальное, на что может эта камера. Полюбуемся прекрасной Анюшей с шикарными волосами. И снимем несколько кадров slow motion. На 60 кадров в секунду. Ну что, красота? Прекрасная Аннушка и прекрасная Урса. А это 120 кадров в секунду в Full HD разрешении. Мы видим небольшое мерцание. Это мерцают галогенные светительные приборы от сети. Поскольку выдержка маленькая, необходимо обязательно, конечно, применять полностью светодиодное освещение. Либо кинофлоу для съемок slow motion. Мы же используем галогенный свет, поэтому... Ладно. Вот такой кайф. Ну и какой можно сделать вывод? Снимаете на Урсу мини. Корректируете Blackmagic DaVinci Resolve. И ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Подписывайтесь на канал Вечерний Шуберт. Пока.